Да, друзья, привет! Об этом и не только мы будем говорить сегодня в нашем эфире. Как хохлатка выглядит и другие цветы будем разбираться. 10 часов утра в столице. Главные новости этого дня. Ну, не хохлатками едиными. Москвичей вновь предупреждают о гололезеце. Ночью температура воздуха опустилась ниже 0. Сейчас за окном уже плюс. Из-за этих перепадов на дорогах образовалась ледяная корка. Правда, сейчас она уже тает. В середине дня ждем до плюс 10 градусов. Сегодня подробный прогноз узнаем от Дарьи Ермаковой. Как обычно, на 20-й минуте часа. Не пропустите ее прямое включение. А пока прогноз от меня. Была у меня сегодня изморозь на машине. Я вышла, ожидала плюс 10. В 3 утра вышла. Я, значит, уже такая по-летнему вся наряженная, счастливая вышла. А у меня ледяная корка. Вот вам такой прогноз. Так что выходите пораньше. Но корка, правда, это уже расставила, наверное. К другим темам. В поселке Мосринген появится новый транспортный хаб. Сейчас там близится к завершению строительства станции Корниловская. Будущей Троицкой ветки метрополитена. Как пояснил в своем личном блоге Сергей Собянин, работа окончена уже на 70%. Специалисты монтируют инженерные сети и украшают путевые стены цветными панелями. Пол отделывают гранитом. Станция расположена на пересечении Калужского шоссе с улицы Адмирала Корнилова. С нее можно будет быстро пересесть на наземный транспорт. Ну и прямо сейчас информация для автомобилистов. Предстоящей ночью ограничат движение в районе Лесной улицы с 23 и до 1.30. Будет временно запрещен проезд на двух участках дороги. От Новой Лесной до Первой Тверской Емской. Ну и на пересечении улиц Лесная, Первая Тверская Емская и площади Тверская застава. Сами ограничения не займут более пяти минут. Связаны они с репетицией парада трамваев, который должен пройти уже скоро, 6 апреля в Москве. Будьте внимательны при планировании своих маршрутов. Также изменения будут действовать и 3 апреля в то же время. На столичных магистралях оборудуют новые турбокольцевые перекрестки. Там появятся новые разметки и особые дорожные знаки. Ориентируясь на них, водители смогут избежать лишних перестроений. Где именно изменится схема движения, расскажет Артем Смахтин. Круговой перекресток на улице Дыбенко. Раньше здесь было обычное кольцо. Теперь его турбоверсия. Главный смысл турбокольцевых перекрестков – вот такие знаки. С их помощью водители заранее выбирают нужный ряд перед въездом на кольцо. Так снижается аварийность, да и двигаться получается быстрее. Нормально сделать движение, потому что заранее расположение по полосам есть. Поэтому пускай выбирают заранее, как говорится, полосу и правильно перестраиваться. Тогда круг будет просто пролетать. На мой взгляд, нужны люди будут заранее, подъезжая к кольцу, видеть движение и заранее перестраиваться. Не будут аварийных ситуаций, создаваться на кольце. На мой взгляд, это хорошее решение. Вот здесь вот очень редко, когда приходится стоять и прям выжидать, когда можно проскочить. Поэтому я считаю, что да, такие кольца должны быть. Турбо-кольцевые перекрестки уже доказали свою эффективность. Чтобы их оборудовать, используют инновационные и проверенные методы. Благодаря этому аварийность снижается на 15%, а пропускная способность повышается на 20%. Сегодня уже 10 турбоколец эффективно работают в Москве. Еще 6 мы запланировали реализовать в ближайшие 2 года. Мы будем продолжать наблюдать за эффективностью новых турбоперекрестков и смотреть, где можно их внедрить еще, в том числе с учетом предложений граждан. Новую разметку на круговых перекрестках Москвы начали наносить с 2019 года. Условия движения транспорта улучшились без расширения дороги. Теперь на каждом направлении водитель делает гораздо меньше перестроений. Аварийность уменьшается именно за счет того, что машина, когда двигается, езжая на перекресток, чтобы остаться на нем и съехать, например, на второй или третий съезд, она должна будет перестраиваться влево, где из-за специфичной разметки мы имеем поле, в котором не может двигаться другая машина. Таким образом, перестроение происходит без того, что там есть риск с кем-то столкнуться. Перед превращением обычного кольца в турбоверсию перекресток тщательно изучают сотрудники СОДД. У нас три раза менялись правила проезда по кругу за последние 10 лет. Многие водители просто запутались. Именно поэтому турбокольцевые перекрестки более информативны. Там большее количество знаков приоритета, большее количество направлений по полосам, знаков движения и так далее. То есть, на самом деле, постепенно водители поймут, что это гораздо удобнее, чем классические круговые перекрестки. В 2024-2025 годах в столице планируют сделать турбоперекрестки на пересечении улиц Фестивальной и Онежской, Пресненского вала и Ходынской, Саянской и Столиваров, Городецкой и Салтыковской, а также на площади Ромена Ролана и на пересечении трикотажного проезда и съезда на МКАД. Артем Смахтин, Сергей Андрощук, Илья Шаймерденова, Москва, 24. В МЧС обновили список погибших во время теракта в Крокусе. Теперь в нем 143 фамилии, опознаны 84 человека. В том числе пятеро детей. Процедура продолжается, проводятся экспертизы ДНК. Ну а на месте трагедии следователи и криминалисты собирают вещественные доказательства. Также выясняется, как обеспечивалась безопасность в концертном зале. Планов блокировать Телеграм в России нет. Об этом заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента добавил, что основателю ресурса Павлу Дурову стоит больше обращать внимание на использование сети террористами. Ранее стало известно, что арестованные по делу о теракте в Крокус-сети Холли получили задание в одном из закрытых чатов в Телеграме. Искусственный интеллект обучили находить на МРТ патологию теперь в шейном отделе позвоночника. О новых возможностях нейросети рассказала заммэра Анастасия Ракова. Современная технология позволит столичным врачам экономить время. Нейросеть проводит большое количество необходимых измерений буквально за секунду. Нейросети теперь определяют на МРТ-мограммах шейного отдела позвоночника наличие протрузий и грыж дисков, а также стеноза позвоночного канала. Ранее данные патологические изменения сервисы определяли только на исследованиях пояснично-крестцового отдела. Применение сервисов искусственного интеллекта помогает ускорить диагностику признаков остеохондроза. Врачу при описании исследования шейного отдела позвоночника необходимо измерять протрузии и грыжи дисков, а также размеры позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это очень быстро и точно. Врач-рентгенолог, используя предоставленную информацию, оперативно делает заключение. В Новомоскве работают уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые находят признаки 37 различных заболеваний. При этом город делится своими технологиями с другими российскими регионами. Так, например, открыт доступ к специальной платформе. Врачи из любой точки страны, подключившись к ней, могут обрабатывать результаты лучевых исследований, используя столичные алгоритмы. Ну и далее, смотрите в нашем эфире. Почти половина жителей Кузьминок переедут в новое жилье. По программе реновации там переселят почти 300 домов. Какие квартиры и какая инфраструктура будет? Посмотреть репетиции, заглянуть за кулисы, пообщаться с артистами. В Москве прошла ночь театров. Свои двери открыли десятки культурных учреждений. Итак, сейчас о счастливчиках. Около 170 тысяч человек переедут в новые квартиры по программе реновации в ближайшие три года. И по количеству переселений в числе лидеров в юго-восточный округ столицы, особенно район Кузьминки, где получат новое жилье больше 40% жителей. С москвичами, которые уже отметили новоселье, поговорила Алена Суббота. Переезд в новую жизнь у семьи Натальи Феоктистовой занял неделю. Дом по программе реновации вырос рядом со старой пятиэтажкой. В Кузьминках женщина живет давно и заметила, что с появлением таких новостроек район преобразился. Время идет, мир меняется, так же, как и наш район. И он меняется к лучшему. Мы многодетная семья. Нам в этом районе очень все удобно, доступно. В плане прогулок рядом парк Кузьминки. Также рядом расположены детские поликлиники, пешедоступности взрослые поликлиники, детский сад, школы. Район Кузьминки, где проживает более 140 тысяч человек, в лидерах по масштабам реновации. Почти половина его жителей переедет в новые дома. Те, кто уже это сделал, говорят, разница колоссальная. Очень красивое здание, современное. Дом очень хороший, очень довольны всем. И тепло, и вода, вообще все замечательное. Большие площади, кухня большая. Это, наверное, такой самый плюс. Ну и так дома выглядят очень красиво. Площадка, ну для малышей, конечно, но все равно хорошо, что машины туда заехать не могут, дети могут играть. Ну общая площадь больше, да, и комната побольше. Ну одна такая же, одна побольше. А как дом выглядит по сравнению со старым, вот с пятиэтажкой? Ну, слов нет. По словам мэра, Кузьминки считаются неофициальной столицей реновации. Сергей Собянин пообщался с новоселами одного из домов и отметил, что инфраструктуру района продолжат развивать и дальше. В Кузьминках вообще самое большое количество жителей переедет, почти половина. Так что Кузьминки будут самым современным районом города Москвы по качеству жилья. Вот, все хорошо. Конечно, во время стройки есть определенные трудности и сложности, но, конечно, не то ли это время, а потом уже комфортные условия для жизни. Кузьминки вообще такой плотный, достаточный район сам по себе. У вас замечательный парк Кузьминки. Мы давно просили, чтобы его делали более качественное благоустройство. С этого года приступаем к этой работе и в несколько этапов сделаем первоклассный городской парк. Всего в программу реновации в Юго-Восточном административном округе включили 818 домов, где проживают около 164 тысяч человек. Для расселения подобрали 85 стартовых площадок. Программа реновации охватывает 122 района столицы. Почти 10% населения Москвы являются участниками программы. Юго-Восточный административный округ является лидером по числу домов переселений. Порядка 15 тысяч жителей уже отметили новоселье в 41 новостройке. Всего в рамках программы реновации на юго-востоке столицы новые квартиры получат свыше 160 тысяч москвичей. Программу реновации в столице утвердили в 2017 году. И вот уже 7 лет москвичи получают новые квартиры, где жилая площадь и число комнат не меньше, чем в старых. Зато кухня, ванная и коридоры просторнее. И все это с готовой улучшенной отделкой. Высокие стандарты реновации заданы не только для домов, но и для территорий вокруг. Здесь высаживают деревья и кустарники, чтобы в теплое время года дворы были максимально зелеными. Под ногами тротуары и пешеходные дорожки, чтобы жильцам было комфортно передвигаться. И, конечно, ни один такой двор не обходится без создания детских и спортивных площадок. Потому что стандарт реновации предусматривает создание зон отдыха для взрослых и для детей. Комфортная среда для жизни – один из основных принципов программы реновации. Поэтому вокруг домов развивают как социальную, так и коммерческую инфраструктуру. Программа насыщает новые проекты по реновации именно такими площадями, которые возможны под размещение важных для людей таких вот социальных и сервисных функций. То есть мы в первую очередь говорим и о сервисах шаговой доступности. Это и магазины, это и какие-либо салоны красоты, парикмахерские, почта, банки. По всему городу сейчас строится 226 домов. Это больше 4 миллионов квадратных метров нового жилья. 305 домов уже ввели в эксплуатацию. Из них 281 передали под заселение. В процессе переселения больше 150 тысяч горожан. А свыше 130 тысяч уже обустроились в новых квартирах. Всего в программу вошли 5175 домов. По ее завершению бесплатной квартирой в новостройке обзаведется каждый 12-й «Москвич». Алена Суббота, Анастасия Холодилина, Наталья Мезина, Александр Зазулин, Москва, 24. Функции автоплатежей на сайте мост.ру в прошлом году воспользовались 400 тысяч раз. Это в 8 раз больше, чем было 3 года назад. Как отмечают эксперты, такая возможность экономит время. Ну и не нужно беспокоиться, будут ли счета оплачены в срок. Нужно выбрать и настроить подходящие вам параметры. Автоплатеж по выставленному счету настраивают для регулярной оплаты детского сада, секций, единого платежного документа, парковок и штрафов ГИБДД. Автоплатежом по расписанию можно пополнять карты тройка, мобильную связь, а также перечислять деньги на благотворительность. Ну и в продолжение о цифровых возможностях Юрия Никулина оживили с помощью нейросети. Образ легендарного актера используют для роли в комедии «Манюня. Приключения в Москве». Родственники Юрия Владимировича дали на это свое согласие. Работа над созданием виртуального Никулина заняла около 8 месяцев. По словам кинокритиков, результат превзошел все ожидания. Но очень много обсуждений этой новости в сети. Я вчера читала, конечно, очень многие против такого. А представь же, скоро технологии дойдут до того, что мы сможем, в принципе, оживлять кого хочешь. Да и мы с тобой, Иван, будем не нужны. Уже пробуют, вот посмотри. Кто столько глупостей в эфире наговорит? Это да. Кроме как мы живы. Да, согласна. У поклонников театрального искусства сегодня была бессонная ночь. 70 культурных учреждений столицы были открыты в рамках акции «Ночь театра». В программе спектакли, творческие встречи, экскурсии. Что еще подготовили для посетителей, Дарья Краморова увидела и нам расскажет. Иду в театр и без билета. Нет, дело не в том, что я, например, забыла его купить. Просто в Москве та самая ночь, когда десятки театров открывают свои двери. И зрители могут совершенно бесплатно посетить ночные экскурсии, спектакли и многое другое. Ну и, конечно, мы тоже решили прийти. Мы сейчас в театре эстрады на Берсеневской набережной. Ну что, заходим? Три звонка, и зал замирает. Мюзикл «Республика Шкид» начинается. На сцене юные актеры детского музыкального театра. Играют в сопровождении оркестра. Шкидор! 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 Миссия невыполнима. Найти свободное место невозможно. Екатерина Гусева пришла на ночь театра вместе со своей дочкой, чтобы из зрительного зала поддержать ребят на сцене. Посмотреть юных актеров, моих детей, можно так выразиться. Потому что со многими я играю в спектаклях и раньше играла в мюзиклах. Это наше будущее актерское поколение. В программе в этом году больше 80 мероприятий. А для того, чтобы попасть на спектакли, мюзиклы и творческие встречи, нужно было просто зарегистрироваться на сайтах театров заранее. До этого слышали, но ни разу не попадали, потому что работа не позволяла. А сейчас в отпуске, поэтому решил сходить. Знакомые подсказали. Ребенок увлекается театральным искусством, решили попробовать посмотреть, чтобы показать ему, ну, как играть другие дети. Республику Шкидор. Ну, я когда-то в детстве читал. Сейчас уже плохо помню. Вот освежим как раз. В столице акцию «Ночь театров» проводят уже в 12-й раз. И если в первый год к ней присоединились только 17 театров, то сейчас эта цифра выросла в 4 с лишним раза. Выбрать, куда пойти, сложно. Это и театр Моссовета, и уголок дедушки Дурова, и театр на Таганке, и другие. И очень важно, чтобы горожане, может быть, кто-то из туристов, который приехал в этот день, посетил очень большую, наверное, самую большую в мире сеть театров в Москве. Показать зрителю, показать в первую очередь молодежи, что собой представляет театр. Увидеть непосредственно тех людей, которые создают нам настроение, создают то счастье, которое мы получаем в театре. Наша ночь продолжается. Из театра на Берсеневской набережной мы переместились на Маяковскую. Это театр «Сатиры». Он также участвует в ночи театров. И, кстати, в октябре этому театру будет 100 лет. Спектакль закончился, и двери театра закрываются на экскурсию. Особенно. Ночью здесь рассказывают о том, как и чем жил театр «Сатиры» во время Второй мировой. Но самая интересная часть нас ждала буквально спустя 10 минут. Зрители пустили за кулисы. Мы увидели любимое здание на Триумфальной площади таким, каким его обычно видят только сотрудники. Чтобы подняться на сцену театра «Сатиры», не обязательно быть актером, но это только в ночь театров. Нам также показали, как выглядят декорации. Ну, соответственно, пустили в святая святых. И вообще экскурсия продолжается. Так что поторопимся. Вот на этом экранчике высвечивается зрительный зал. Первый звонок дается. Это звонок для того, что театр готов к работе со зрителем и дает первый звонок помощник режиссера. Второй звонок – это то, что служба и актеры готовы. А третий звонок – это то, что спектакль готов. Москва не спала до глубокой ночи. В программе были встречи с актерами, открытые репетиции, лекции, как для взрослых, так и для детей. По крайней мере, у меня всегда было впечатление, что театр – это что-то такое, что-то очень сложное, что-то очень дорогое, и что это где-то там для эстетов. Хотя на самом деле театр – он для каждого. И важно, когда тебе говорят «Эй, у тебя есть возможность познакомиться с этим миром». Театр – это целая вселенная, говорят актеры. И никогда не поздно к ней прикоснуться. Дарья Крамброва, Маргарита Матвиенко и Дмитрий Виноградов. Москва, 24. Представления достойные профессионалов. В Москве в апреле пройдут открытые показы лучших спектаклей школьных театров. Финалисты фестиваля «Живая сцена» представят 30 самых ярких постановок. Среди них современная вариация «Капитанской дочки», балет по мотивам сказки «Толстого золотой ключик» или «Приключения Буратино», мюзикл «Кот в сапогах». Представления пройдут в центрах дополнительного образования Москвы. А попасть на них может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе «Горизонты» от «Мост.ру». Ну а если вы уже собрались выходить из дома, то будьте внимательнее. На дорогах сейчас может быть скользко. Ледяная корка это быстро тает. Я надеюсь, что уже растуяло. Но подробный прогноз узнаем у Дарьи Ермаковой. Она присоединяется к нам в прямом эфире. Даша, привет. Что с погодой будет ближайший день? Доброе утро. Всем привет. И это несмотря на то, что в ночные часы столбики термометров пока опускаются ниже нулевой отметки, к этой минуте воздух уже прогрелся до плюс одного градуса. И, конечно, это далеко не предел. И в ближайшие часы столбики термометров доберутся до плюс восьми градусов. Что в целом даже чуть выше, чем положено по климатической норме. И как раз соответствует где-то с началу апреля. Первым числом апреля. То есть мы тогда же немного опережаем климатический календарь, если это можно так назвать. Что касается осадков, то в целом сегодня ничего интенсивного, продолжительного не ожидается. Пока еще столичный регион находится под влиянием антициклона, то есть области высокого атмосферного давления. Облака, конечно, есть, но их не слишком много. И солнышко выглядывает из-за них и активно выполняет свою работу. Что касается прогноза на вечер, там, естественно, чуть-чуть свежее, около плюс двух, плюс четырех градусов. Ну и в ночь на пятницу столбики термометров снова опустятся ниже нулевой отметки. Облаков пока еще мало в столичном регионе, поэтому в ночные часы воздух очень активно остывает. Именно из-за этого снег пока еще не тает окончательно. Но все это произойдет уже совсем скоро. Почему? Да потому что уже начиная с пятницы инициативу в атмосфере перехватит циклон. То есть область низкого атмосферного давления облаков, с одной стороны, станет больше. Осадки тоже не исключены, но есть и хорошая новость. Нас ждет потепление, причем потепление близкое к рекордному. Уже в это воскресенье температура может добраться до плюс 15 градусов. В субботу пока еще около плюс 12, ну а в пятницу около плюс 10, плюс 11. И небольшие осадки, которые нас не будут расстраивать, а наоборот помогут солнцу уже окончательно избавиться от того оставшегося снежного покрова в Москве. Даша, спасибо. Дарья Ермакова рассказала нам о погоде. Десятки человек пострадали в аварии с автобусом на скоростной трассе в Германию, а в Казахстане из потопленных паводком районов людей эвакуируют вертолетами. Что заметного происходит в мире, расскажем в нашем обзоре за 100 секунд. Пять человек погибли в результате ДТП в Германии. Все они были пассажирами автобуса, следовавшего из Берлина в Цюрих. По неизвестной причине водитель потерял управление посреди автобана и влетел в деревья на обочине. Травмы разной степени тяжести получили еще 20 человек. Другая трагедия чуть было не произошла в китайском городе Синчжу. Школьный автобус завилял на мосту и врезался в опору. К счастью, скорости не хватило, чтобы вылететь. Семеро детей пострадали, водитель признался, что плохо себя чувствовал и был изможден. В Казахстан пришли весенние паводки. В ряде сельских районов ситуация с большой водой стала катастрофической. Люди спасаются от волн на крышах домов. Власти сообщают о проведении эвакуации при помощи вертолетов. Только за минувшие сутки помощь потребовалась сотни человек, включая десятки детей. Режим ЧС был введен и в городке американского штата Кентукки Боулинг Грин из-за начавшегося пожара на заправке и последовавшего за ним мощнейшего взрыва. Пришлось эвакуировать всю округу, включая школы и медучреждения. К этой минуте о пострадавших не сообщается. Полиция Барселоны заявила о задержании человека, связанного с террористическими группировками Ближнего Востока. Он обвиняется в распространении запрещенной джихадистской литературы и материалов для изготовления кустарной взрывчатки. Более 83,5 миллионов рублей, которые московские компании потратили на получение патентов, компенсировали им городские власти. Специальная программа действует в городе с 2022 года. Какие именно предприятия могут рассчитывать на эти выплаты, Иван Пашков расскажет. Эта компания с 2016 года разрабатывает и производит современные системы пожарной безопасности для жилых и промышленных объектов. За 8 лет работы местные конструкторы запатентовали 14 уникальных изделий и механизмов. Последний патент получили буквально несколько месяцев назад. В 2023 году мы получили патент на элемент, который будет находиться за потолком и в свою сработку будет выезжать на специальном механизме, который мы запатентовали. Это уникальное изделие, выдвижной механизм, потому что на высокое давление, которым мы занимаемся в системах противопожарной защиты и пожаротушения, аналогов нет. Такие системы уже заказала для себя одна из московских строительных компаний. Подобные технически сложные изобретения требуют инвестиций, причем деньги идут не только на разработку, но и на сам процесс патентования. Однако, благодаря финансовой поддержке города, часть вложенных средств изобретатели могут вернуть. С апреля 2022 года в Москве работает программа по компенсации затрат на патентование изобретений и полезных моделей. За это время 255 столичных компаний уже получили гранты на 1128 разработок на общую сумму 83 миллиона 600 тысяч рублей. Для подачи заявки на поддержку необходимо стать участником московского инновационного кластера, то есть просто зарегистрироваться на платформе i.Moscow. Если речь идет про патентование в Российской Федерации, то это фиксированный размер поддержки 75 тысяч рублей. В случае с зарубежным патентом оценивается перечень стран, в которые будет подаваться заявка на патентование, и объем такой поддержки не может быть более чем 2 миллиона рублей. И такие финансовые инструменты реально помогают предпринимателям. Вот эта фирма начала продавать самостоятельно разработанные очистные сооружения только в прошлом году. И поддержка города на этапе выхода на рынок в этом случае оказалась очень кстати. Мы запатентовали изобретение как очистное сооружение в целом, так и составляющие этого очистного сооружения, этот биофильтр. Получили грант на компенсацию оформления патента на наше изобретение. Этот грант покрыл полностью наши затраты на патентный поиск, на подачу самой патентной заявки, в том числе на оплату пошлин в Роспатенте. Впрочем, благодаря цифровизации у изобретателей недавно появился еще один способ сэкономить. На патент пошлин в среднем в районе 19 тысяч рублей, но, поверьте, стоимость может быть существенно сокращена. Важно подавать заявки в электронном виде. Во-первых, это очень удобно, можно сделать с любой точки мира на любом устройстве. Для этого сегодня существуют и системы электронные Роспатента. Также это можно сделать на едином портале государственных услуг. И, что важно отметить, за подачу в электронном виде дается скидка 30%. Такой дисконт от Роспатента, вдобавок к гранту от московского инновационного кластера, хороший стимул использовать сэкономленные средства на разработку и изобретение новых технических решений. Иван Пашков, Москва, 24. И далее, смотрите, для пациентов и их родственников уже больше 160 тысяч москвичей воспользовались программой социальной помощи в больницах. Московская служба, онкопсихологов, единый центр поддержки для участников СВО. Какие еще программы действуют в городе? Помощь психологов, различные пособия и компенсации на оплату жилья в столице активно оказывают поддержку семьям с детьми. На какие выплаты можно рассчитывать и, главное, как их оформить?